Большое. Институт стандартизации и метрологии исламских государств, СМИК. Хочу предоставить слово господину Ихсану Авюту, генеральному секретарю, с презентации. Благодарю вас, господин модератор. Благодарю вас, прежде чем продолжить презентацию. Я хотел бы поблагодарить Казанский форум, за приглашение, принять участие. Я посещаю этот форум уже 7 лет, и каждый день его масштаб все больше растет. Это одна из самых активных вещей в будущем. Мы не должны смешивать термины «халяльный туризм» и «туризм дружественный» к мусульманам. Когда мусульмане путешествуют в какое-либо место, вопросы гигиены и чистоты крайне важны для них. Но мусульмане не могут для вопросов гигиены использовать абсолютно все, что есть в отеле. И здесь ательеры должны выказывать уважение. Если мусульманин не выполнил гигиенические процедуры, он не сможет ни молиться, ни даже спать, ни путешествовать. И нам действительно нужен единый термин «халяльный туризм». Он имеет всегда единое значение по всему миру. Халяль должен быть предоставлен для всех. И здесь мы должны говорить даже не об активности сертификационных и аккредитационных органов. Мы должны сделать так, чтобы сам сектор поднимал эти вопросы. Стандарты должны обсуждаться стандартизационными органами вместе со всеми участниками рынка и заинтересованными сторонами. И мы слышали, что стандарты должны исследоваться, публикаться. Такие исследования были проведены академией. И затем она опубликовала результаты, что не следует использовать религиозных. Упоминать религиозные именования следует оставить лишь халяль и халяльный туризм. И я хочу затронуть такие вопросы по стандартизации. Стандарты должны включать в себя не только отели, но и все связанные требования с халяль. Отель, сопровождение и так далее. Что здесь важно? Мы определяем, что такое услуги по халяль и категоризируем места проживания и оказания услуг. И распространяем знания и информацию о том, что такое халяль. Стандарты эти были приняты всеми членами организации исламских стран. Но мы разрабатываем эти страны не только для СМИК. Мы их разрабатываем для всей территории организации исламских стран. Мы уполномочены организацией для разработки стандартов. И есть комитет, занимающийся этими вопросами. Так называемый комитет номер пять. Он занимается туризмом и связанными вопросами. Мы это можем видеть на экране. Стандарты опубликованы в 2019 году. Здесь мы видим содержание и множество вопросов, связанных со стандартами. Я сейчас не могу охватить их все, поскольку время ограничено. Это еда и напитки, проживание, туристические пакеты, транспорт, сопровождение, управление, организация. Это люди, которые будут работать в этой системе и прочие вопросы. И приложение «Б» также важно. Здесь речь идет о нормативах и категоризации. Объем и охват понятен. Стандарты используются для всех видов туристических мест. И стоит упомянуть два момента СМИИК-1 и 4. Первый стандарт подразумевает общие требования для халяльной еды. И вы можете использовать любую часть этого стандарта. Что касается кухни, подачи еды. Второй – халяль косметикс. Косметика тоже можете использовать. И можно использовать все, кроме алкогольной продукции. И вернемся снова к классификации, что очень важно. Когда мы говорим о халяльной продукции, мы не имеем в виду, что это какие-то продукты, касающиеся каких-то святых мест. Это как дом, в котором вы живете. И если у вас есть дом, то вы там организуете его по своему пространству. Точно так же и отель. Если вы хотите найти отель, который как святое место, то, конечно, такого отеля вы не найдете. И здесь должны быть соблюдены условия, как пространство человека. Давайте сейчас посмотрим требования для отелей халяль. В таких отелях, во-первых, ничего не противоречит правам мусульман и их стандартам. То есть все должно быть чисто, согласно исламским стандартам чистоты. Вторая группа – это большая группа отелей, это средний уровень, когда часть отеля может быть не халяльной, а в части отеля должны быть стандарты халял. Это и пространство, и уборка, и продукция, то есть еда. Это халяль, в которой могут останавливаться мусульмане. Например, есть отель, в котором останавливаются мусульмане. Там категория B, как во второй колонке, то есть часть отеля предназначена для мусульман. То есть есть в части комнат определенные атрибуты, которые вы можете использовать, и есть атрибуты, которые нельзя использовать. Это вкратце о введении этих стандартов. Эти стандарты были приняты всеми членами мусульманского сообщества странами. Это и Пакистан, и Иран, и так далее. До того, как мы ввели эти стандарты в другие страны, например, в Малайзии возникли эти стандарты, мы все гармонизировали. То есть все страны этого сообщества гармонизировались и стали объединенные стандарты. Но проблема затем возникла такая, что сначала они в отеле хотели получить сертификацию халяля, а потом уже вводить его в эксплуатацию. Но это было неправильным решением. Нужно уже можно вводить его в эксплуатацию, а потом получать сертификацию халяля. Главное – оказывать услуги согласно стандартам халяля. Потому что как вы можете получить сертификацию, если у вас нет опыта применения этих стандартов? А что касается стандартов, они могут быть разными. Это могут быть и стандарты страны, или унифицированные стандарты. Но внедрение этих стандартов – это добровольное внедрение. Таков наш опыт. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Скажите, у вас был опыт внедрения стандартов в других странах, которые являются светскими, по сути своей, и сколько примерно занимало это по времени? В Турции, да. Да, у нас есть, а другие страны, да, понятие светское или не исламские страны, для нас нет такого понятия. Я бы сказала, что в других странах есть мусульманское население или его нет. В части стран, например, более 50% мусульманского населения. И если в стране есть более 50% населения, тогда мы проводим эту аккредитацию. В будущем я рассчитываю, что в Боснии, в Хорватии мы сможем ввести в Индию, в Африке тоже. Но это не так легко в таких странах внедрить это, потому что нужно этот логотип, халял, нужно практически перестраивать вообще весь отель. Поэтому в так называемых светских странах это еще двойная сложность не только получить эти сертификаты халял, но еще и отель переделать согласно нашим традициям. В таких странах категории, которые вы видели на слайде B и C, B и C, то есть здесь я бы сказала, не исламские страны, а есть члены исландского сообщества. Я думаю, что нам предстоит большая совместная работа, и мы должны воспользоваться вашим опытом. Это должно быть обязательно.